Давайте еще покажу категорию цитрусовую, мне кажется, чисто вот такую акватическую цитрусовую. Это однозначно Dolce & Gabbana Light Blue, он не зря, наверное, самый продаваемый аромат вообще в ароматном мире. В нем что-то есть такое особенное. Этот цитрус вроде бы поначалу кажется такой банальный, просто самый банальный цитрус, но в нем есть еще яблоко, свежее, зеленое, хрустящее яблоко. Вот это вот яблоко, оно его как-то делает более интересным, загадочным, я не знаю, как-то он выигрышный аромат. Из цитрусовых я просто не люблю, банальные цитрусы, но вот это такой один из немногих цитрусовых, которые можно считать комплиментарным, я не побоюсь этого слова, женственным и сексуальным. Обычно цитрусы, ну вообще не вяжутся с этими словами, да, но это тот цитрус, на который я получаю больше всего комплиментов, особенно от мужчин. Я никогда не думала, что мужчины предпочитают вот такие вот какие-то банальные, вроде бы, да, цитрусовые ароматы. Всегда мы как-то ищем какие-то вот такие более сложные, более, я не знаю, манящие. Нет, вот это вроде бы банальная, простая до беспредела история, но столько комплиментов, сколько я получаю на этот аромат, мне кажется, я не получаю ни на один. Поэтому он у меня всегда есть. Это такой вот базовый, легкий, акватический, водянистый, свежачок, но который можно назвать женственным и притягательным. Вот реально, честно, я никогда не думала, что мужчины будут оборачиваться на такие ароматы больше, чем на какие-то такие сложные, манящие, да, как нам кажется. И из той же истории Moschino Funny, этот у меня уже больше, не знаю, больше 10 лет, лет 12, наверное, он у меня всегда есть, каждое лето. Опять же, это история, которую достаю из шкафчика только на лето, но ни одно лето у меня не проходит без него. Этот аромат, я снимала историю, он у меня появился, не знаю, неделю назад, по многочисленным отзывам, по видеообзорам парфманьяков, которых я сейчас просто смотрю, опять же, не могу остановиться. Его многие парфюмерные такие шопоголики, как я, рекомендовали как неожиданно шикарный летний аромат из бюджетных, да. И я вот как раз решила протестировать что-то бюджетное для того, чтобы иметь больше вариаций у себя в видео. Он настолько классный, он вроде бы поначалу кажется таким банальным, простым, каким-то, не знаю, для подростков, но в нем что-то есть такое вот, как и в этом аромате, он вроде бы банальный, но он настолько приятен, он нравится всем, он идеально подходит на лето, он не душит, он легкий, в нем классно, и я получаю массу комплиментов на него. Вот это странно. И девочки, которые писали то же самое, писали, что они на него получают больше комплиментов, чем на какие-то вот такие вот типа дорогущие шикарные ароматы. Вот в этом парадокс, поэтому если не сложно, попробуйте его опять же на себе. Он супер дешевый, поэтому даже если вы его просто купите вслепую, пусть он у вас там будет, знаете, на такое, на жаркое лето, когда, ну, вот хочется чего-то такого свеженького, кисленького, лимонного. Это, ну, просто реально достойный, классный вариант. Два других бюджетных аромата, которые я в том же стори показывала, это вот Lacoste Purfum. Я снимала в весенних, а нет, в расслаблении парфюмерии у меня был Purfum Intense, но он какой-то такой, вот в нем есть какая-то нота, которая мне не нравится. Этот же Purfum, он, ну, он настолько, как это же мне сказать, простой, понятный, здесь ничего такого, ничего какого-то эксклюзивного нету, но он настолько простой, понятный и классный, что его можно носить и в фир, и в мир, и в жару, и зимой, и на работу, и вечером, не знаю, на свидание, вот просто с утра до вечера в любую погоду, куда угодно. Вот этим он как-то покоряет, и я знаю многих девочек, мне даже писала подруга, когда она увидела эту сторину, она мне написала, вау, Lacoste Purfum, это просто любовь, это просто любовь. И как-то он мне кажется вроде бы банальным, но я понимаю, почему он может очень нравиться, потому что в нем он незамысловатый, его носить просто, здесь, ну, знаете, как-то ноу-брейнер, просто проснулся после душа, налил на себя, и неважно, ты будешь в платье, в джинсах, в платье, в пол, на каблуках, в кроссовках, неважно, да, это осень или это лето, тебе просто будет в нем хорошо. В этом плане, вот мне кажется, он у меня как бы будет, останется вот навсегда, да, где-то вот будет иметь место в моей коллекции. Вот это из тех ароматов, с которыми просто, ну, его можно просто вслепую кому-то подарить, и я не верю, что будет кто-то, кому он не понравится. Он такой банальный, банальный, простой, понятный и очень-очень классный. Имеет какую-то нотку такую более активную, более такой движущий, да, такой движняк. Ощущается вот эта вот спортивная какая-то нотка лакост, но она достаточно элегантно и женственно здесь звучит, поэтому, ну, аромат классный. За свои деньги это просто вообще находка бесплатно. И еще один аромат из бюджетных, с которым вот опять же познакомилась, скажем, неделю назад, это Elizabeth Arden, это White Tea, аромат белого чая. Он настолько просто, опять же, простой, банальный, понятный, и мне кажется, всем понравится. Вот просто это из категории, когда не знаю, что надеть, не хочу чего-то такого сложного, замороченного, просто, понятно, он подойдет и с платьем, и с белой футболкой, и просто с джином, со всем. Вот это реально такой аромат чистоты, аромат, от которого, мне кажется, не можешь устать. Идеально подойдет, не знаю, на занятия спортом, на йогу, в библиотеку, на работу каждый день, в школу, на учебу. Вот просто, и реально он какой-то такой без возраста, его может надеть и девочка на 15 лет, и женщина в 50. Вот он, и этот, и этот, они какие-то такие простые, универсальные, понятные, в общем, реально довольна тем, что я с ними познакомилась. Еще одна категория вообще, такая как категория духов, которые мне нравятся на лето, и, наверное, только на лето, это вот эти вот молекулы, это у меня молекула номер один, это Juliet has a gun, not a perfume, это молекула номер два, молекула номер три у меня есть, есть eccentric, первая, вторая, третья. Эта вся категория для меня, она летом имеет место быть. Опять же, летом бывают дни, когда мне просто не хочется ничем пахнуть, да, меня вот эта вот жара просто изнуряет, мне просто хочется какой-то чистоты, и мне вообще не хочется, да, мне все ароматы душат, вы знаете, когда очень жарко, это просто любой аромат тебя может просто убить. Поэтому вот если, или же есть такие у меня подруги, которые вот круглый год, да, они не любят вот запах аромат, вот духов, они хотят просто вот какой-то чистоты, еле-еле-еле уловимого какого-то шлейфа от самой кожи, но не такого, знаете, шлейфа, который вот прошла дама, и три метра за ней все просто повалились с ног. Поэтому вот для таких любителей, я не из таких, я люблю ароматы, но вот летом иногда у меня бывают ситуации, когда мне просто не хочется пахнуть ничем, или же опять же в спортзал, или же на йогу, или же на работу, особенно те из вас, кто летом работают в офисе, да, это тоже такая задача не из легких, чем пахнуть и не убить своих коллег по работе. И здесь из моих самых любимых, это молекула первая и молекула вторая. У меня малютка, закончу ее, куплю полноценной. Это такие ароматы, опять же, вы, наверное, знакомы с понятием вообще, с принципом молекулы, это один ингредиент, который раскрывается на вашей коже, как-то активирует природный аромат вашей кожи, и как-то его, я не знаю, какая-то там химия происходит. Это еле-еле уловимый какой-то аромат будет, это не будет какой-то шлейф на три метра, да, это какой-то еле-еле уловимый аромат, который услышат только те люди, кто будет сидеть очень близко к вам. Там есть такие, не знаю, ходят легенды, типа, что эти молекулы как-то, как-то, что-то там, какие-то феромоны вызывают на вашем теле, и просто люди, кто вокруг вас, они просто падают штабелями, я не знаю. Я это подтвердить не могу, но для меня это те такие вот как бы ароматы-неароматы, которых вроде бы нету, но вроде бы есть, и от которых ты не устаешь, которые тебя не напрягают. Это первая, это вторая молекула. И еще есть тоже из молекул, есть эсцентрик. Вот мне нравится еще эсцентрик 2, он очень-очень такой летний. Вот это вообще, они прям такие вот, знаете, это просто, ну, водичка-водичка. Вот это и первая, и вторая, ну, они не имеют какого-то характера. Эсцентрик 2, это уже такой явно свежачок цитрусовый. Он мне очень похож на аромат, который я вам рассказывала, мне создали под заказ в Маскате, в Амане. И, конечно же, этот я вам посоветовать не могу, так как он уникальный. Но вот эсцентрик 02, это то, что максимально к нему подходит. Это, опять же, из темы молекул, но более свежая, какая-то лимонная, со свежими фруктами, со свежими цветами. Ну, какая-то вот более такая кисленькая, свежая, на приторную, просто уничтожающую жару, идеально подходит. И Juliet Has a Gun, Not a Perfume, это тоже из той же серии. Здесь только амбраксан заявлен, как одна нота, который на вас как-то раскрывается уникально, и как-то преображает ваш природный запах, и какие-то там выделяется ремоны. Я не знаю, но на мне он раскрывается очень странно. Когда я его наношу, он сразу выдает вот эту вот свою анималистическую ноту, просто это просто амбра такая, ды-ды-ж, это пахнет, я не знаю, зоопарком, каким-то... Это какие-то лотки котов и всего такого. Он, как говорится, он имеет что-то вот в этом такого сексуального манящего, я это понимаю, но, опять же, я на него получала комментарии от своего мужа, что пахнет котами, пахнет записанными какими-то колготками детскими и еще чем-то. Поэтому, как бы, с молекулами это всегда такая какая-то история экстрима. Но, если вам интересно, можете вот себе какие-то, опять же, такие малютки заказать и разносить у себя на своей коже, посмотреть как, да, перед тем, как покупать целое, посмотреть, как оно вообще реагирует с вашим телом. Что еще я вам хотела здесь рассказать в этой подборке, это Penhaligon, это Juniper Sling, это, опять, крышечку потеряла, но крышечка здесь реально самая красивая. Это, опять же, вот такой чисто свежачок, свежий, даже, свежий даже до горчинки, до терпкости какой-то. Это аромат, который я, опять же, он у меня только на лето. Это мой идеальный ежедневный такой ноу-брейнер летний. Он, вроде бы, банальный, кисленький, свеженький, терпкий. Чем-то мне напоминает вот Арман Басси In Red. Чем-то отдаленно, но это, конечно, более благородная, что ли, более изысканная версия вот вообще этой тематики, да. И это та тематика, которую я обычно ношу в спортзал или куда-то, ну, где просто хочется чистоты и не напрягать никого своими какими-то там амбрами и мускусами и розами, еще чем-то. Вот Juniper Sling советую присмотреться, если вы любите такую свежую тему. И что еще? А, что еще? Вот три аромата, которые у меня тоже в малютках, но просто хотела затронуть эту тему. Меня многие из вас спрашивали, как я отношусь к линейке Chanel Chance. Вот, у меня здесь три малютки, это Chance O'Fresh, O'Viv и Thunder. Я их разнашивала, разнашивала. В общем, они мне нравятся, да, они идеальны на лето. Это именно те водички, которые, скажем так, не сильно стойкие, летящие, парящие, легкие. Вот как тем, ну, как, скажем, как Jo Malone, как Aqua Le Gore, как... Ну, такая чисто летняя тема, но для меня как-то они настолько... Они классные все три, они, но они настолько попсовые в плане, что они понравятся всем. И они, как бы, этим самым, они в моем понимании не имеют своего какого-то характера, своей изюминки, своей уникальности. Поэтому для меня это те ароматы, которые, честно, я себя не могу заставить их купить. Вот, вот честно. Они мне кажутся какими-то такими простенькими, банальненькими. Ну, вот какие-то такие сладенькие, вкусненькие компотики. Ну, и все, водички, да. Я все-таки, ну, я не знаю. Мне кажется, даже Dolce & Gabbana Light Blue, вот, это банальный какой-то просто легкий свежий аромат. Но он имеет вот что-то в нем такое манящее, да. Здесь же просто, ну, я не знаю, как сказать. Как по мне, это просто такие простенько, банальненько. Но всем понравится, ну, они как-то, я себя заставить их купить не могу. Но, опять же, если вы такое любите, то присмотритесь. Они понравятся всем. Они, мне кажется, идеальны для просто слепой покупки или кому-то подарка. Но они просто не понравятся, мне кажется, не могут. И в этом их и плюс, но и минус. И еще одна категория, которая, наверное, последняя, о которой я хотела поговорить вообще в этой летней подборке. Сори, видео получилось очень длинным, но я больше как хочу с вами вообще пообщаться, да, о менталитете. Как бы, что вообще носить летом. Чисто мое видение. Это ароматы вот такие пляжные. Я не зря достала свои масла для тела от NUX. Это их масло легендарное для тела. И это его вариация с шиммером. Шикарный продукт на лето. Это продукт такой мультифункциональный для тела, для волос, для лица. В общем, я их просто очень люблю наносить на ноги, на руки. Вот когда, не знаю, мы на отдыхе, я ношу какие-то сарафанчики с открытым телом. Мне это очень нравится. Но эта линейка масел для тела, она имеет очень специфический аромат. Аромат, не знаю, пляжного отдыха. Аромат солнцезащиты. Аромат масел для загара. Вот чего-то вот такого загарного. И я знаю, что есть такая категория девочек, кто именно летом любит вот такие вот ароматы. Я пыталась что-то найти из этого, чтобы мне понравилось. Такой, скажем, аромат на отпуск, да. У Нюкс, я не зря достала эти масла. У Нюкс есть парфюм с этим ароматом. Я его не стала покупать, так как он идентичен с ароматом масла. Что могу сказать? Это не мое. Это просто ты пахнешь маслом для загара, солнцезащитой и чем-то таким. Как бы для меня это не аромат духов, это не то, чем, ну скажем так, если я днем пахну этими всеми средствами для загара, то я потом, когда смываю это все в душе, я хочу нанести что-то другое, свежее, парящее, летящее, а не опять же тот же запах солнцезащитного крема. Ну вот это чисто мое понимание. Но из этой же серии, это Мансера Холидейс, это аромат, который многим нравится. Это чисто аромат лета, моря, отпуска, кокосовой пинекулады, ананаса и вот тоже имеет эту нотку солнцезащитного крема. Дальше, это аромат от Мейса Марджелла Бич Уок. Опять же, та же тематика, это просто аромат, вы лежите на шезлонге, вы намазаны вся с ног до головы разными кремами для загара, маслами не знаю что, к вам липнет песок, книжка в жирных пятнах от крема, шляпа клеится к колбу, потому что на лбу куча крема, SPF, в общем вот чисто такая пляжная тема. Что еще здесь есть такого? Это Montal Intense Tiare, это тоже тот аромат, который многие любят, вот те любители вот этой категории. Да, я почему? Это не мои ароматы, но я так как я их все тестировала, я хочу с вами поделиться, может быть, ну если вы в поиске такого аромата, вот к чему вам стоит присмотреться. Это Montal Intense Tiare, это тоже эта тема такая загарная, пляжная, какой-то коктейль кокосовый в руках, это какие-то тропические фрукты, но здесь еще есть такая интенсивная нота цветка Tiare, и честно я поняла, что цветок Tiare это явно не мое. Ну вот как мой нос воспринимает какую-то такую взрослую женскую парфюмерию, это уже такая дама, не знаю, там 40+, 50+, может быть. Вот у меня это, вот я понимаю, что это чисто нота цветка Tiare, она мне дает какую-то такую возрастную сразу категорию. Дальше это Montserrat Sicily, это более уже, более уже цит, тоже есть такой пляжный аромат пляжного отдыха, коктейлей, загара и всего такого, но здесь еще есть немного и цитрусов, но опять же не мой фаворит, я думала, что он мне очень понравится, но его победил вот этот Montserrat Soleil Detail, я тоже его тестировала в малютке, и вот из всей этой категории это мое все. Это мой идеальный аромат для отпуска. Он даже имеет какую-то такую ноту унисекса, он даже имеет эту вот ноту мужского средства, не знаю, одеколона после бритья, какой-то такой свежести, это и коктейль, это и цитрусы, какой-то свежий, холодный цитрусовый коктейль на пляже, жара, Италия, вот что-то вот такое, но в нем имеется и вот эта вот мужская какая-то нота, и она его делает таким сексуальным, это просто, ну это аромат бомба, и я его реально вот воспринимаю как чисто аромат отпуска. Я еще с ним никуда не летала, так как я его покупила вот сейчас, во время карантина. Ну это просто аромат бомба, здесь и цитрусы, и какая-то горчинка, и какая-то вот опять же нотка пляжного отдыха, но она здесь очень скрытая, это не просто аромат солнцезащитного крема, да, парфюм равно солнцезащитный крем, это аромат бомба, 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 но опять же так как он унисекс, он имеет вот эту вот мужскую динамичность, немного даже какую-то агрессивность, какой-то одеколон мужской, но это просто, мне кажется, вот это, это будет мой запой просто летом в жару, особенно какой-то морской отдых, дай бог, дай бог нам этим летом может еще и посветит какой-то отдых, я не знаю, потому что все до сих пор уже было просто потеряно и отменено. Еще один аромат, это Tom Ford Eau de Soleil Blanc, который после многих-многих обзоров, видео, я была уверена, что мне понравится, я была, вот все эти ароматы я готова была покупать full, да, full size сразу, но опять же, девочки, почему я вам рекомендую пробовать такие малышки? Опять же, я понимаю, что да, это солнцезащитный крем, это опять же какой-то песок, это море, но для меня это не то, чем... Неа, 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 но если вы такое любите, то вот Tom Ford Eau de Soleil Blanc, это тоже то, к чему стоит присмотреться. Вот видите, какая я непредсказуемая, я вам показывала категорию ароматов таких типа пляжных, аромат солнцезащитного ухода, и вот из этой категории у меня вышел лидер, это вообще тот аромат, который, он цитрусовый, он резкий, он такой, знаете, как просто в самую жаркую жару, когда вы просто плавитесь на пляже, и вы заказываете какой-то охлаждающий, бомбезный коктейль, он холодный, он искрящийся фруктами, лимоном, мятой, это просто бомба, да, и да, он вообще из другой категории, он ничего с этой категорией не имеет, это просто ароматы, которые пахнут продуктами, да, для тела, это же такой свежий просто как... Реально, я рассказываю, у меня просто слюнька течет уже во рту, это просто коктейль, которого тебе хочется летом в жару на пляже, но вот для меня вот из категории пляжных ароматов, ароматов на отпуск, вот я бы взяла этот, а не вот эту вот всю категорию. И что еще, да, и последнее, вот честно, почему я тянула, тянула, тянула это видео, я хотела вам показать еще другую категорию, новую, которая у меня этим летом появится в своих летних, да, обычно у меня летние, это было просто такая вот свежая, какая-то цитрусовая подборка. Этим же летом мне очень захотелось какой-то такой классики, и когда я говорю классика, это реально легенды, это Chanel номер 5 и это Dior Pure Poison. Это та классика, которой у меня никогда не было, которая мне всегда казалась тяжелой, невыносимой, какой-то возрастной, ну вот какой-то такой, но сейчас я для себя открыла, опять же, благодаря вот таким вот пробникам, я открыла для себя два аромата, в которых я просто влюбилась. Это Chanel номер 5 Law, это именно вот его вариация Law, это водичка. Насколько я понимаю, да, Chanel номер 5, водичка. Он имеет этот ДНК классического, тяжелого, убийственного Chanel номер 5, но, как по мне, это его молодежная, модная, свежая летняя интерпретация. Это белая такая красивенная бутылочка с прозрачной вот такой вот жидкостью, это настолько легкий аромат, он цитрусовый, он парящий, он летящий, он как-то такой даже искристый немножко, и вот это, мне кажется, идеальный аромат, который можно носить. Это та классика, которую можно носить вот реально с белой футболкой и с джинсами и с белыми кедами. Вот это та вариация Chanel номер 5, и я просто в нее влюбилась. Я себе сразу заказала 100 мл флакон, и он будет у меня завтра вечером. Я просто тянула-тянула это видео как могла, но подумала, что лучше я завтра еще досниму кадрик и вставлю сюда в монтаж, чем оставлять эту съемку еще на послезавтра, да, пока будет нормальный свет на улице. И из той же серии это Pure Poison от Dior. Я всегда эту линейку Poison воспринимала, или Poisson, я не знаю, как правильно, я ее всегда воспринимала как такие, знаете, как просто реально токсичные, ядовитые, тяжелые ароматы. Ну, наподобие как Hypnotic Poison, да, но как оказалось, вот этот вот Pure Poison, это его легкая, летящая, сверкающая такая кристальная, прозрачная версия. Это классика, как мне кажется. Я где-то читала какую-то статью, что это аромат, который мужчины просто обожают. Мужчины просто на него делают кучу-кучу-кучу комплиментов, вот как на Dolce & Gabbana Light Blue, да. Я не знаю, если вам это важно, не важно, мне это не важно, но кому-то это очень важно, да, кто-то реально старается, там, не знаю, обратить на себя внимание мужчин. Ну, это, и это не позорно, ну, просто как бы у каждого из нас разные, да, скажем так, на сегодняшний день интересы. И вот как ни странно, вот этот вот чистый летний свежачок, он, оказывается, привлекает к себе мужское внимание. Вот, 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 просто так. На него столько комплиментов. Я его ношу уже пару недель, и я реально понимаю, почему. Это та версия классики, которая, она имеет ноту классики, статусности, элегантности, шика. Но она настолько в современной интерпретации, это модерн, это чистый аромат, это аромат просто идеальный в летнюю жару, ну, просто идеальный. Поэтому хотела уже не... и опять же, он у меня будет, наверное, не завтра, а может быть, послезавтра. Опять же, вставлю клипчик в это видео. Но это, да, вот, вот в этом году у меня появится в летних ароматах вот такая совсем новая категория. Это категория класс, легенды, да, легендарная классика в модной, носибельной, легкой интерпретации современной. Вот, наверное, и все, девчонки, о чем хотела поговорить. Не знаю, это, наверное, видео, не знаю, уже на час. Но я очень надеюсь... я, знаете, мне хотелось не просто там топ 5, не знаю, 5 место, 4, 3, 2, 1. Мне просто хотелось с вами обсудить вот эти вот все разные, не знаю, какие бренды вам нравятся, какие парфюмерные коллекции, какие стили вам нравятся, какие категории парфюмов. Вот все вот это. Мне очень интересно было это все с вами обсудить. Я надеюсь, что вам было тоже интересно это все послушать. И, пожалуйста, пишите в комментариях вообще, какие у вас не только бренды, ароматы, может, вообще как категории, что вы предпочитаете летом. Как вы заметили, наверное, я человек, который не может носить один парфюм, да, наверное, у обычного человека летом это, не знаю, один-два флакончика, все. Это то, что ему нравится летом. У меня же нет, у меня парфюм это целый отдельный мир, поэтому я не могу носить один какой-то аромат все лето. У меня это, опять же, под парящий, летящий, какой-то цветастый сарафан в горошек, это будет один аромат. Под, не знаю, шорты с футболкой это будет другой аромат. На море это будет третий и так далее. И, кстати, хотела с вами еще поделиться вот на этот аромат Dolce & Gabbana Light Blue. На него еще есть фланкер Sun. Я очень много слышала, читала об этом фланкере, я хотела его просто вслепую купить, зная, как мне сильно нравится этот Sun. Он такой реально вот вариаций, да, на тему моря еще. Я думаю, боже, если мне этот так нравится, то тот, наверное, еще больше. В том содержится кокос еще добавлен и еще какие-то там нюансы. И вот я себе его купила малютку. Хорошо, что купила малютку, опять же, тот случай. Я поняла, что что-то здесь есть, что вообще не мое. Вот сочетание кокоса с чем-то еще здесь дает какую-то такую, может быть, с солью, с морской солью. Это на тему вот этого аромата. Но вот этот вот кокос и морская соль, как по мне, они уходят немножко в стиль, если вам знаком Терри Муглер Уменити, вот этот аромат, который я просто не переношу. Опять же, покупала его вслепую, где-то лежит, я его просто ненавижу. Это какой-то аромат вот такой вот икры, это инжир с икрой. Так вот эта вот нота икры, вот такая соленая, просто рыбная икра, она вот здесь вместе с кокосом и цитрусами. В общем, это что-то здесь есть, которое мне просто пахнет вот той икрой из аромата Уменити. И если вы поклонник Уменити, вы можете оценить вот этот Dolce & Gabbana Light Blue Sun. Но если же нет, то просто вслепую его покупать не советую. Так что вот так, девчонки, на этом мы закончим. Я надеюсь, вам это было интересно. Я снимала просто час и монтировать буду еще пять, наверное. Все, целую, пока!